Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Как отмечает портал «Свой Кировский», с учетом времени, проведенного под стражей и домашним арестом, учредителю Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения осталось провести в колонии около четырех лет. Сам Леонид Ефаркин виновным себя не считает. В суде он заявил, что в своей жизни не совершал никаких преступлений, у него даже нет штрафов от ГИБДД, поэтому он собирается добиваться полного оправдания. Программа Экономика. Кировчане перестанут платить за счетчики электричества. С июля вступили в силу изменения федеральные нормативно-правовые акты. Обязанность по установке и поверке счетчиков теперь на гарантирующих поставщиках. В Кировской области их два – Кировский филиал «Энергосбыт плюс» и «Русэнергосбыт». Они должны устанавливать счетчики в многоквартирных домах. «Энергосбыт плюс» еще в прошлом году утвердил инвестпрограмму по замене приборов учета. В этом году нужно заменить 14 тысяч счетчиков, в которых подходят сроки поверки или истекает срок эксплуатации. По данным Кировского министерства ЖКХ, устанавливать будут так называемые интеллектуальные счетчики. В будущем они избавят граждан от необходимости передавать показания поставщикам ресурсов. «Экономика» на 101 ФМ 200 кировчан за один день захотели стать самозанятыми и зарегистрировались в приложении «Мой налог». С июля в Кировской области есть возможность применять такой налоговый режим и платить 4 или 6% с доходов государства и не платить страховые взносы. Весь учет ведется в мобильном приложении, ИП открывать не обязательно. При этом можно совмещать предпринимательскую деятельность с работой по трудовому договору. Зарплата не учитывается при расчете налога. Самозанятые могут воспользоваться поддержкой в виде налогового вычета в размере МРОД в 2020 году, чтобы уменьшить сумму начисленного налога, долги и пени по нему, которые уже возникли. Также в беззаявительном порядке предоставляется единовременный налоговый вычет на сумму, не превышающую 10 тысяч рублей. По данному ФНС, режим налога на профессиональный доход чаще всего применяют те, кто занят в сфере перевозок такси, маркетинга и рекламы, индустрии красоты, сдают квартиры в аренду, получают доходы от консультирования и репетиторства. Завершение валютах. Доллар сегодня 70 рублей 52 копейки, курс евро 79,52. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове.